Впереди Суперлига, элитный российский чемпионат по волейболу. В прошлом году Нижегородский АСК пробился в этот турнир, заняв первое место во втором дивизионе страны. Поэтому в межсезонье нижегородцы усилились, а АСК обновился ровно наполовину. Сейчас под руководством главного тренера Игоря Шулепова тренируются 12 игроков. Из них 6 новичков. В этом году к нижегородскому клубу присоединились два легионера. Один из них связующий сборной Латвии. Денис Петровс уже знаком болельщикам. Он выступал за команду Нижний Новгород в сезоне 15-16. Подготовка прекрасна. В Нижнем Новгороде все происходит. Есть все условия. Конечно, сейчас уже работаем над тактическими заданиями. Уже с мещами давно начали работать. Атмосфера в команде хорошая, прекрасная. Поэтому, в принципе, будем ждать только такой, может, больше встречи с руководством, чтобы узнать уже поближе, какие планы, какие цели. Пока об этом не думаем. Главное, просто инстрируйтесь сейчас на работе. Это ответственный момент предсезонный. Второй же новичок – это французский диагональный Джон Вент. Он родом из Новой Каледонии. Сейчас он начинает уже учить русский язык, чтобы быстрее адаптироваться в новом клубе. Все будет таки. Меня хорошо приняли, поэтому сыграться будет легче. Это хороший город. Не очень жаркий, конечно, но я знал, куда еду. В клубе много сильных игроков. Сейчас главное начать играть. Это очень сильная лига. Так что все будет хорошо. У многих игроков Нижегородского клуба еще нет опыта выступлений в высшем российском дивизионе. В этом им будет помогать еще один новичок – доигровщик Александр Маркин. Всю свою карьеру он провел в столичном «Динамо». В плане того, что некоторые еще не играли в Суперлиги, конечно, это, наверное, для них будет сложновато на первое время. Но, в принципе, вот высшая лига и Суперлига, они практически там ничем не отличаются, разве что где-то физически и технически. В этом сезоне изменения коснутся и структуры клуба. По регламенту Суперлиги у каждой команды должна быть своя молодежка, которая также будет выступать в турнире. Нижегородцы давно планировали ее создание, но все никак не удавалось. Теперь же команда создана и тоже скоро начнет подготовку. Молодежка как бы что-то новое, поэтому посмотрим, я думаю, как там будет что-то развиваться. Поэтому тоже, условно говоря, хотим, чтобы в дальнейшем было все-таки пополнение больше из местных игроков, чем приглашенных. Поэтому посмотрим, как оно будет в начале. То есть все равно нужно, скажем так, ну какой-то создать, с чего-то начинать. Поэтому будем отслеживать. Игры у нижегородских волейболистов начнутся уже 17 сентября. АСК стартует в первом круге Кубка России. В групповом этапе вместе с нашей командой выступают такие гранды, как «Зениты» Санкт-Петербурга, «Московская Динамо» и «Динамо-2», «МГТУ», а также «Искра» из Одинцова. А вот в чемпионате игры начнутся 26 октября. АСК поедет в Новый Уренгой к местному факелу. Первая домашняя игра пройдет на паркете «Фокозаречья» 2 ноября с командой «Белогория» из Белгорода. Информация по билетной программе появится на сайте клуба в начале сентября Артемий Котков и Вячеслав Орлов. Время новостей.